Здравствуйте, дорогие друзья! Приношу свои извинения за то, что немножко простывший фильм будет ознакомительный и в большей степени будут, как говорится, ответы на ваши вопросы. Давайте по порядку. Так получилось, что у меня перед этим был такой же обзор, почти такой же обзор. Так же были джиги, так же были трубки, так же были определенные мушки, но не все. И, как ни будет для некоторых звучать странно, но все это работает практически во всех регионах, не только Украины, России, но и на других континентах. Но суть не в том, что они рабочие, а в том, что два абсолютно, как говорится, разных человека и с разных климатических немножко условий по рыбалке. Один из Запорожья, славного города Запорожья, это Андрей Евсеенко, и Футымский Дмитрий, он с Хмельницкого. То есть, вроде бы, как говорится, одна и та же территория, но немножечко рыбалки отличаются. Там Днепр и всевозможные притоки, в Хмельницкой области речки, как говорится, реки, как говорится, тоже есть, но они не настолько многоводны, и больше рыбалка проходит по прудам. Так вот, у меня, как ни странно, что один занимается ультралайтом, что второй. И условия по рыбалке были конкретные, до двух метров, чтобы была глубина, и ловить практически, чтобы можно было, ну вот, вся рыба, которая имеется, вроде бы, как в арсенале. Будем говорить так, карась, карась, плотва, плотва, красноперка, уклейка, густера, забрасывает, кто с помощью сбирулина, кто с помощью чебурашки, кто с помощью и того, и того, но в большей степени рыбащат, как бы, используя особенность ультралайта, так как он может с полграмма спокойненько забрасывать приманки на 10-15 метров при всех благоприятных условиях, ну и при леске 0,08 или плетенка, можно еще тоньше, забросить и чуть дальше. Значит, джиги в основном от грамма, 2 грамма до полуграмма, практически здесь, ну, нового ничего нет, за исключением того, что это в основном все расцветка провокаторов. Они работают практически для любой рыбы, и в частности тот заказ, который я делал под джигом черновцы, там глубины были несколько другие, и веса до 14-15 граммов. Так вот, это все работает, все можно забросить, но как же быть с другими приманочками? А с другими приманочками можно тоже обойтись несколько попроще, если вот, допустим, все, вот как эти голдхеды, как я их называю, золотоглавые нимфы, они погружаются вот такими вот бусинками. Это не совсем, как говорится, латунь или медь, это вольфрам, который, вот он, натуральную, не крашеный, а это вот под медь и под латунь крашеный вольфрам. Ну и понятное дело, что муравей выполнен полностью из двух вольфрамовых шариков. Поэтому вот это все, кроме ос, можно забрасывать и непосредственно самим спиннингом. Что здесь, допустим, вы задавали вопрос, как быть? Вот я специально выложил, это вот та пенка, которой пользуюсь я, она, в принципе, это вот такой брусок. Это такие квадратики были в спасательном жилете. Друг мне подрулил, я пользуюсь уже скоро как 10 лет, будут вот такими кубиками. Ну, когда у меня не было, я ходил на радиорынок, и кто торгует дисками, с ребятами договаривался, у них вот такие вот прокладочки, которые, ну, не совсем, но та же пенка, которая тоже может вот идти, как и здесь, с блокнота, которые могут идти в дело. Вот пенка. Здесь, как говорится, были тройники упакованы. То есть можно найти, если у вас нет никаких других вариантов, кроме как подошва, еще там, я уже рассказывал в своих фильмах. Но, как вы заметили, здесь у меня на столе лежат вот приманочки, которые, как вы видите, вот при освещении фонарем ультрафиолетовым, они хорошо у меня подсвечиваются. Это та же хвостик из пенки, те же, как я ее называю, секретная моя нимфочка, которая по карасю, по карпу, по плотве, ну, практически и в толще воды, как удобно. Она работает на всех глубинах. Изготавливаю я достаточно эти хвостики просто. Вот у меня иголка, проделал леску на клей, провязал на иголке, ну, и потом я использую, вы задавали вопрос, лаки, клеи, ваксы, все остальное. И вот имеется в рыболовных магазинах вот такой лак, флюоресцентный, так и написано здесь, флюоресцентный, рыболовный, быстро сохнущий. Ну, это покрывай поплыки, прочие свои приманочки, чтобы они лучше, они бывают, вот, как вы видите, розовый, красный. У меня имеется еще вот такой, типа шартрес. И еще имеется у меня светонакопительный. Если нет в магазинах, можно взять с собой вот фонарик, который светит ультрафиолетом. И, как вы видите, вот обыкновенный лак, вот он бывает точно так же и желтого, и зеленого, и вишневого, каких только не бывает. Но мне не нужно было покупать. Я купил себе зеленый, потому что у меня часто очень идет вот именно зеленый, красный, розовый. Поэтому вот, в принципе, это все. И потом я это все вскрыл. Сохнет, конечно, долго. Больше суток приходилось ждать. Но, хоть и написано, быстро сохнущий, но быстро он не сох. Рассветка оттенки этих приманок могут быть под вашу рыбалку. Но я для пробы другу сделал вот четырех вот таких, и еще шесть. Это не все, которые идут в набор. И попросил меня, чтобы я изготовил ему вот таких опарышей, хорошо огрушенных. Как вы видите, их здесь величина два. Две разные, вот, выполнены пары по-разному. Но одна крупнее. То есть, все здесь изготавливалось на крючке, я не убирал. Вот у меня на столе лежат формы граб-шримп. Это десятка. Можно использовать вот фирмы Хаябуса. У меня Марута и Хендесовские. Вернее, не Хендесовские, а можно, конечно, и Хендесовские. Но там есть одна особенность. Они сейчас в большей степени идут безбородые. Вот у меня целая вот такая прияда есть. Гамакатсу С12. Вот они, начиная у меня с десятки и заканчивая 16 номером. Вот тоже все я здесь делаю на этих крючочках. Очень хорошие. Ну, зараза дороговатая, конечно. Но они этого стоят. Что бритва жала. Вот коротко, в принципе-то, я рассказал, что и как. Задавался вопрос по поводу, вот, когда я работаю с мехом, или расщепляю нить, или делаю даббинговую петлю. Это вот я, когда писал книгу, для себя, как изготовил год назад. Вот клей, который, тот клей-карандаш, который продается. Ну, как вы видите, у меня несколько темнее, а не белый. У меня здесь меньше ПВА. Здесь я добавил на масляной основе канифоль. И чуть больше я добавил мыла в тот рецепт, который я... Описан в книге. Он, как вы видите, вот-вот с треснутым колпаком стоит и служит мне верой и правдой. Если этого у вас нет, вот написано, что это клей-карандаш. Вот такой можно это купить себе спокойненько и работать. Хватит вам на все. Свечки церковные, это мы уже проходили. И клей, вот я уже показывал, показываю еще раз. Ну, не думаю, что это будет уже последний. Опять вы все время спрашиваете. Вот Акфикс 705 или, допустим, 702. Там написано гелевый, этот и этот гелевый. Если брать, использовать секундный клей, который моментально прихватывает, с ним неудобно работать. Ну и понятное дело, что я использую лак фирмы Хэнсона. Это вот у меня здесь блэк черный. Есть у меня разные здесь и розовые, и красные. И это вот олива, хотя оно отливает больше, как говорится, желтизной. Но когда высыхает, получается, как говорится, более-менее зеленая. Ну и остатки уже вот Хэнса лака. Я его как черновой использую. То есть лак-клей глубокого прониктовения, который хорошо проходит сквозь слои ниток и достаточно хорошо проклеивается. Зачастую я, допустим, использую клей основной, как арматуру, которая тоже заполняющая, достаточно хорошо работает этот клей. А потом уже сверху вскрываю лаком, тем, который мне нужно. Потому что вот, допустим, если взять на трубке, то здесь я вскрывал все вот таким лаком красным. Это все флуоресцентное, то есть светится оранжевым. Задняя полосочка, как вы видите, и передняя. Ну и люрекс, соответственно, тоже светится. Если вот камера передаст вам, вы видите, как насколько они хорошо освещаются. Поэтому применяйте все блага цивилизации для рыбалки без зазрения совести. Поэтому все у вас должно работать. Если нет никаких вот, допустим, вот я показывал вам уже неоднократно, особенно вот, как я ее называю, секретная нимфа. Вот все это, вот выполнено вообще с сиреневой нитки. Это даббинг, это оранжевая нитка. То есть все здесь, все, что можно найти под руками. Опарыш я уже вам рассказывал. Я не зря вот вам оставил вот здесь на столе. Это пополам разрезанная фумка сантехническая, которая вот можно купить ее. Продается вот она в таких вот рулончиках. Это значительно лучше. Друзья, мне посоветовали еще лет пять назад попробовать ее в вязании мушек. И я вам должен сказать, что вот за эти пять лет, даже уже больше, несколько, очень хорошо себя зарекомендовала. Если медицинская перчатка тоже хорошо работает, но со временем, год-два, она начинает преть. Воздушные шарики вообще не годятся. Ну, презерватив вот такого белого цвета вы не найдете. Поэтому здесь достаточно такой белый насыщенный цвет, который хорошо в воде контрастно работает. И рыба очень хорошо берет вот эти вот, как говорится, имитацию опарыша. Так, практически я вам уже все рассказал. Поэтому все здесь понятно. Ну, за бусинки вы тоже задавали эти все, которые для огрузки вопрос. Ребят, я купил эти наборы, бог знает когда. Наверное, больше 12 лет назад мне их привезли с Москвы. Вот, поэтому я использую вот их. Они уже давным-давно закончились. И я использую просто-напросто вот сами коробочки. И в них укладываю все, какие мне надо по весовым и по диаметрам. Поэтому знаю, у меня здесь вольфрам, там это. Здесь, допустим, серебро тоже вольфрам. Здесь другие. И так оно у меня работает. Вот, в принципе, это и все. Единственное, что хотелось вам сказать, что цветовая гамма и вот раздражитель вот этого хвостика, это не принципиально. Это, как говорится, в большей степени моя такая заманушка. Если у вас нет вот такого лака, или же, допустим, вы не можете обыкновенным вот спиртовым маркером подкрасить его, не беда. Используйте белый. Это получится у вас тот же самый принцип, как на поплавочную удочку ловят на пенопласт. Поэтому пробуйте, экспериментируйте, и все должно у вас получиться. Спасибо вам за вопросы. Я оставляю почту. Пишите лучше сразу мне на почту. И если у вас какие-то вопросы по закупкам, допустим, мушек, вы сразу указывайте, где вы проживаете, потому что мне несколько сложно жителю Украины Хабаровскую или Сахалину писать, и потом объяснять, как и что, чего это будет стоить. Вот и все, друзья мои. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok